Если вы делаете так, или 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 так, так, значит вы забыли, что такое вкусные макароны. Шебекинские. У вкуса есть имя. Даша, привет. Привет, Оля. Снова привет. Да, снова привет. У нас сегодня просто супер необычное начало, мы стоим на улице, мне кажется, такого еще ни разу не было на канале. А все почему? Потому что квартиру твою мы уже видели, и находимся мы у тебя на даче. Да, пригласила вас на дачку. В двух словах, что за три дома тут перед нами? Это классическая такая советская дача, участок 6 соток. За моей спиной три постройки. Это дом, который выполняет функцию таких спален. Темная постройка за мной, это баня, а вот это с веранды, это кухня. Все разнесено, так сказать, в разные домики. Почему так? Исторически сложилось? Да, исторически сложилось. Купили мы эту дачу в 2001 или 2002 году. Уже стоял дом и стояла кухня. Ну вот в плане там помыться и сходить в туалет был сарай и вот такая вот конструкция с бочкой наверху, летний душ. Естественно, мы решили улучшить блага цивилизации, выстроили баню. Там можно париться, там есть душевая и биотуалет. Собственно, поэтому появилась третья постройка. Так что так. Ну давай по традиции начнем с кухни, потому что все-таки там спать мы еще обязательно заглянем в основной дом, а кухню быстренько посмотрим. Тем более, что я видела у тебя в блоге ее переделку. Да, пойдем покажу кухню. Всем этим постройкам этому садовому товариществу без малого 40 лет. И, собственно, кухня это вот примерно его ровесница. Все было отделано вагонкой. Мы здесь жили так, что не особо запаривались над интерьером. Собственно, вагонку эту я оставила, но я освежила ее краской и просто переделала саму кухню, потому что в свое время вот этот кухонный гарнитур был привезен там давным-давно из Москвы. Он уже здесь свое отработал, и я решила облегчить вообще всю эту кухонную историю, потому что я много не готовлю, и хранение здесь предостаточно там встроенного. Поэтому я решила сделать просто столешницу. Пойдем, давайте зайдем. Весь этот интерьер, он сделан моими руками. Только единственное, мне помогал сосед вынести старую кухню, он принял ее в дар. Вот здесь принято так отдавать какие-то более-менее хорошие вещи, которые еще могут послужить. И мой друг притащил эту тяжелую столешницу. То есть это просто обычная, одна из самых недорогих столешниц из Леруа Мерлен. Все остальное я смонтировала сама. Тут благо позволяет вообще вот этот закуток. То есть кухня стоит не на каких-то ногах, она на брусках крепится к стенкам, так вот я придумала. И, соответственно, здесь просто рабочая поверхность с плитой и раковиной. Сверху полочка для бокалов и чашек. Здесь внутри я припрятала посудомоечную машину. Вот она такая компактная. Ох ты, класс. Да, микроволновка, ей редко пользуются, поэтому это, ну, логично, что она сюда спрятана. И вот мусорное ведро, и там еще всякий хозяйственный запас. А посуда где? Для посуды есть буфет. Старый буфет, ему, ну, почти стольник. Здесь хранятся всякие... Ну, в основном, то есть это для тарелок и приборов. А более увесистая такая посуда, она хранится здесь, как бы, есть еще одно помещение. Оно используется в основном для зимнего хранения уличной мебели, вот сюда ставим. Но тут также стоит холодильник и вот эти большие встроенные шкафы, где тоже там дополнительный запас посуды, место под сыпучие продукты. И тут тоже всякая утварь. Ну, то есть разное хозяйство здесь хранится. Это уже было с кухней. Как классно ты все выкрасила в один цвет, и совершенно визуально ничего не мешается. Такая спокойная комната. Хотя, казалось бы, дача и там вот эта куча всего разномастного, отовсюду привезенного, годами скопленного. Нету этого у тебя. Ну, кстати, именно такой была эта дача, когда мы ее купили. То есть это был совершенно разномастный набор мебели. Все самое лучшее и худшее, что называется, все сюда. Мы, конечно, тогда все это вывозили, выносили. Но как бы привезли из Москвы тоже свою мебель. И не сказать, что самую лучшую. Когда пойдем домой, там есть ракурс. Как раз нашлась единственная фотография дома, вот этого промежуточного периода, до того, как я сделала из этого ремонта начала нулевых, то, что сейчас есть. Окраска – это мой универсальный способ, во-первых, освежить, во-вторых, ну, просто визуально сделать пространство другим. Как подобрать цвета? Потому что, вот, например, сейчас нас смотрят зрители, у которых у многих на даче вагонка, ну, или какое-то дерево. Но ведь не у каждого получится так, как у тебя. В чем секрет? Ох, на самом деле, выбор вот этого цвета, такого бархатного и темного, обусловлен тем, что здесь очень старая вагонка, и выбрать светлый цвет означало, ну, увеличение слоев покраски. Более темные цвета, они более укрывистые. Здесь всего два слоя. Красила все я это сама, поэтому, знаешь, там, тратить еще, там, один день на покраску вот этого всего – это, с одной стороны, быстро, но, с другой стороны, когда ты кладешь третий слой – трудоемко. Поэтому вот такой цвет. Просто из веера выбрала то, что мне приятно, и то, что будет нейтрально. Вот, например, этот буфет, его в дальнейшем тоже ждет перекраска. Я бы хотела сделать его белым, ну, чтобы вот как-то больше света добавить в это. И поменять… Света добавить. Да, 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 поменять этот стол тоже на белый, пока это не основная задача, поэтому оно пока здесь вот в этом плане есть как есть. И, конечно, вот этот уголок мной очень любим кухонный. Очень удобным оказался вот эти шторки, то есть это просто обычные икеевские шторки, которые я подрезала и надела на обычный карниз, который вот так закреплен. Все. Вот цена этой кухни, не знаю, там, на круг – тысяч пять рублей. Прекрасно. Привет, друзья! Я открыла новый шортс-канал. Его очень удобно смотреть с телефона в вертикальном формате. Это короткие видео до минуты с самыми классными советами, которые вы можете встретить у меня на основном канале. Все в одном месте, разбито по каталогам и удобно для восприятия. Подписывайтесь, не пропускайте. Ну, получается, что эта дача только летняя, правильно? То есть здесь, например, нет какого-то водопровода, который подогревается, сложных коммуникаций, конструкции вот этих там, отопления и прочее, прочее. Да, все так. Сюда, на самом деле, можно приехать зимой, потому что дом отапливается печью, есть электрические батареи, то есть жить здесь можно. Но действительно коммуникации нет, водичка в колодце, здесь у нас есть колодец с чистой водой, которая питьевая. Как бы понятно, это определенные бытовые неудобства есть. Но мы сюда несколько раз приезжали праздновать Новый год, у нас приезжают соседи, и как-то вот буквально три денечка провести в таком уединении. В диких условиях. Да, оказалось очень классно, на самом деле. Да, в конце концов, помыться можно съездить в баню в Калугу, у нас тут недалеко. Класс. Еще то, что все разнесено, то есть нет такого, что вот в одном доме и ванная, и кухня, и все. В этих дачных условиях очень удобно, потому что основная тусовка летом происходит вот на этой веранде, такой балкон, он на кухне находится, то есть здесь же приготовили, здесь же посидели с вином, здесь напротив зона с мангалом, в доме мы только спим, или там детишек на дневной сон укладывают, если приезжают гости с детьми. А так вот здесь такое уютное место, очень нравится здесь бывать, да. У меня вопрос про текстиль на улице и про то, как декор живет на улице. Просто очень часто у людей есть дача, они туда приезжают работать, и, ну, по большому счету, такого вот места организованного нет, потому что, наверное, непонятно, как к нему подойти, где хранить, как часто стирать, насколько вообще много сил ты в это вкладываешь для того, чтобы такую красоту поддерживать. Ну, на улице текстиля не так много. Вот, например, эти шторки или вот, ну, подушечки на креслах – это все полиэстер, подушки сделаны из специального материала, то есть это вот вместе с мебелью все идет. Они предназначены для того, чтобы, ну, условно, промокнуть под дождем, но, правда, эту мебель я на улице не оставляю, когда непогода. Вся на зиму просто убираю в домик. Текстиль снимаю – это обычный, ну, как бы, полиэстер, который стирается элементарно, гладится элементарно, и у меня есть место для его хранения. На самом деле, на зиму все шторы, одеяло, подушки я стараюсь отсюда увозить, чтобы все это перестирать, перехимчистить или, там, сдать в прачечную. А макраме? Макраме просто висит ему вообще, хоть бы что. Это, конечно, такой офф-топик, просто у меня на даче тоже есть макраме, сплетенное, собственно, ручно, оно, естественно, на палке, оно никак не снимается, и в какой-то момент, ну, оно уже все стало деревянным, ну, от грязи, пыли, влажности, и вот это, ну, не деревянным, ну, таким, и что с ним делать, я такая. Не знаю, я бы, наверное, просто его, ну, то есть, когда придет в негодность, я бы попробовала бы его замочить в тазике, и оно бы на солнышке потом стекло бы высохло. Думала, это поможет. Тут, кстати, хороший вариант. Так, хорошо, двигаемся дальше. Баня постройки начала нулевых – это сруб. Тут, по сути, получается такой предбанник, где есть место, где мы топим печку. Это помывочная, и, собственно, здесь закуток с небольшой парилкой. Вот, то есть, здесь просто можно погреться. Как раз зимой мы вот активно топим баньку, и здесь можно воспользоваться просто, ну, вот, душем не как из этого, а из ковшика, как мы любим и умеем. А получается, само строение, оно, как бы, вы покупали его готовым домом со всеми коммуникациями, да, и вот просто иногда бывают бани продаются отдельно, как комната, а иногда сразу домик. Нет, нет, это сруб был уже просто, ну, деревяшки отдельно, сруб отдельно, а всю внутреннюю вообще расстановку – это уже делали наши строители, которые вот здесь вот еще тогда мы их привезли, они помогали нам все это делать. На самом деле тут мы наладили эту дачу за полтора месяца. Расскажи про душ. Стенки обшиты пластиком, душевой поддон, шторка. У нас есть такой нюанс, что очень железная вода – это особенность, ну, как бы, воды в нашей области, поэтому шторка, нет, душевая кабина, которую очень трудно вычищать, вот это просто за этим ухаживать очень легко, шторка легко стирается в машинке. Здесь бойлер, который постоянно греется, здесь постоянно есть горячая вода, ну, и, собственно, и в раковине тоже, поэтому принять душ можно в любое время, здесь совершенно спокойно, в летнее время. Водопровод у нас работает с мая по сентябрь. Получается, такая мокрая зона, да, баня – это, ну, вот, где можно там постирать, да, стиральная машинка тоже есть? Нет, стиральной машинки нет. Дело в том, что я никогда не живу на даче долго, и все время приезжаю, то есть буквально на три дня, на недельку, и я собираю, даже если на пару недель, все равно я собираю с собой как, ну, как на отдых, чемодан. Да-да-да-да. И приезжаю. Во-первых, для меня это удобно в том плане, что я не храню здесь одежду, и я всегда знаю, что, ну, то есть придется это лишнее в голове держать, что здесь есть, чего нет, привезти, не привезти. Получается вот этот момент, знаете, с такой вот этой вот дачной одеждой, то, что надо где-то доносить. Я вот это не очень люблю, у меня для дачи та самая одежда, которую я надеваю, там, ну, в городе или дома, ну, то есть как-то вот все, что здесь уместно, платья, шорты, сарафаны. Я просто привожу с собой и устираю в Москве, потому что, ну, здесь опять нужно такую мощную и дорогую фильтрацию ставить, это невыгодно здесь ставить стиральную машину и портить. У меня очень много светлых, например, вещей, поэтому тут бы они просто пожелтели. Вот мне кажется, что у многих в нашей стране именно такие летние домики, ровно с такой же ситуацией, поэтому ничего необычного, ставьте лайк те, у кого так же. Да, коллеги, по несчастью. А что за крестики-нолики? Это там туалетная бумага пристроилась или это прям нолики? Да-да-да, это те же ребята, которые делают садовую мебель, у них есть еще разные полки, и вот это такая полка, ну, то есть вот шутки ради, они сделали ее в виде крестиков-ноликов. Да, ну, в общем, кто, у кого закончились нолики, тот проиграл. Но самое классное место, куда я очень много вложила и любви, и труда, это, конечно, дом. Пойдем за вдохновением туда. Пойдем, смотри. Это, конечно, классно, и знаешь, тоже лишний раз к холодильнику не подойдешь. Ну да, получается, что спать ушли и ушли. Домик начинается с такой прихожей, это пристройка к основному дому, здесь поэтому такой достаточно низкий потолок, прихожая с таким встроенным хранением. Здесь можно повесить верхнюю одежду. Тут же стоит огромный шкаф. Ну, не огромный, но достаточно вместительный для дачи и для вообще какого-то такого бытования временного. Здесь же там хранится пылесос и там кое-какие запасы, одеял. А как прикольно, что внутри дверца желтая. Это твоих рук дело или это он раньше был желтым? Нет-нет-нет, это просто какая-то панель, просто имеет такой цвет изначально, то есть просто не стали ее красить. А выглядит очень стильно. Сюрпризом, да. Это главная гостиная? Нет, это такая изба читальна, что называется, это просто веранда. В холодное время очень холодное, в жару здесь довольно жарко. Здесь хорошо спать летом вполне, но для тех, кто любит рано просыпаться, потому что большие окна и то есть просто такое вот место, поскольку это пристройка, она никак не утеплена и не изолирована, в общем, поэтому это такой хаб, который я насытила какими-то разными вещами там дать. Много декора. Глядя на теннисную ракетку, сразу Яна из родового поместья мне вспоминается. Ну и коньки. Да-да-да. Знаешь, прикольно, что рабочий ли это декор? Ракетка моего супруга, она натянута очень прилично, но она, естественно, висит уже для красоты, потому что большой теннис, мы играем нормальными карбоновыми ракетками сейчас. Здесь, из примечательного в этом уголке, эту тумбу я случайно нашла на нашей ближайшей помойке, я ее покрасила в цвет, похожий на цвет дверей, по-моему, этим же цветом и кухня покрашена, ну то есть вот что-то такое, просто чтобы она выглядела более свежо и не пахла. А вот эти книжные полки, это Икея образца 2002 года, как раз когда Икея только у нас, по-моему, появилась, да, вот, они до сих пор живы, они раньше висели над моим рабочим столом, когда я была студенткой, ну а переехали уже сюда, на дачу. Да, коньки, просто находка тоже помоечная. Прекрасно. Нравятся мне вот эти вот комментарии свои, знаешь, когда нашли на помойке, о, круто, да, давай дальше. Да, ну правда, есть какие-то сокровища, которые хочется оттуда спасти, ну и я умею, что это все могу превратить в декор. Ну что, теперь проходим в святая святых моего, так сказать, дачного интерьера. Что тебе хотелось здесь воплотить больше всего? Вот какая была идея, по которой все это возникло? Идея была, во-первых, внести свежесть и порвать вот это представление о даче, как о месте, где все время какая-то старая мебель, которая свозится сюда не потому, что она здесь нужна, а потому что просто такая есть. Здесь я подбирала всю мебель с задумкой и идеей специально под вот все эти места и зоны. Естественно, что-то там приезжало из одного дома, что-то покупалось специально, то есть, ну как бы, но все равно набор этот был сознательным. Плюс я освежила все стены в 2002 году, когда мы покупали дом. Мы просто здесь были обои, вот, кстати, в этом месте, то есть это вот такая большая длинная комната, но она раньше была разделена на две, вот где вот эта световая арка. Здесь тоже была стенка с дверью, делившая эту комнату на две. Мы все это, все обои убрали и обили все вагонкой. Ну, то есть, это такой, на самом деле, типичный прием для устройства интерьера дачного дома. Тех времен вообще. Да, вообще, тех времен и сейчас так тоже делают. Но, как я называю, когда чистая вагонка, даже будь она там покрыта каким-то пенотексом, как мы это делали, она все равно дает ощущение вот этого, знаете, я называю это банный стиль. Где не покрывается, да, в бане вот нормально. Но в доме, я считаю, что все-таки, когда на стенах краска, это выглядит гораздо более интересно, свежо, ну, не знаю, даже по-скандинавски, можно так сказать, наверное. Аккуратно, да, по-скандинавски, да-да-да. И сразу совершенно другое ощущение пространства, тем более, поскольку, ну, здесь потолок, наверное, может быть, 2,50, ну, то есть, не самый большой. И я выбрала схему, технологию, что я стены и потолок крашу в один свет, это вот, ну, как бы, не дает вот этой разницы, и потолок из-за этого чуть-чуть больше, как бы, вот, улетает наверх за счет этого приема. Краску использовала обычно для стены потолков, моющаяся, это Тикурила Европауэр 7, но, на самом деле, любая акриловая краска, я выбираю моющуюся, потому что на даче для придания свежести на старте сезона я мою стены со шваброй, как пол. Убирает пыль, паучков, ну, то есть, всякое такое, поэтому, и поэтому выбор краски именно такой, с таким свойством. Класс. Ну, я вижу, что ты в эту комнату прям вложилась, то есть, новая кровать, икеевский комод, хороший стол со стульями, диван тоже не уставший. Да, диван новый. А ты можешь примерно назвать сумму, которую ты вложила? К сожалению, наверное, нет, потому что кровать я покупала в одну из, там, московских квартир, она потом перекочевала сюда. Единственное, там, новый матрас купили. Сколько это все стоило? Ну, не знаю, наверное, на всю мебель в общей сложности и по ценам разных лет ушло, быть может, тысяч 70, я так думаю. Ну, вот просто прикидываю. Ну, может быть, сто. И тут же тоже есть, да, всякие разные находки с авито, с каких-то, ну, не знаю, там, друзья переезжали что-то ненужное или нет? Нет, вот здесь как раз нет. Здесь в основном, это вся моя мебель, но которая, вот, например, круглый стол был в одной квартире, кровать была в другой квартире. И, то есть, ну, когда происходила какая-то ротация, мы уезжали из того жилья, переезжали. Ну, то есть, как-то поэтому я это свозила сюда. Ну, то есть, тоже с идеей, что эта кровать здесь пригодится, и она будет сюда кстати, а не потому что просто это кровать. Да, окей. Здесь в этой комнате есть рабочий камин, вот я говорила, что дом отапливается печкой и камином, печь стоит прямо посередине дома, то есть, она отапливает с собой все помещения и камин. Эта печка, это последняя работа печника, который нам делал ее, и в подарок он нам сложил камин, которым мы даже пользуемся, когда приезжаем сюда в мае, чтобы сделать вот этот тепловой буст. Вот, потому что он, конечно, дает тепло мгновенно. Очень эстетично еще это смотрится так, эти дрова, вот прям понятно, почему на Новый год вы готовы приехать без цивилизации побыть, потому что все-таки свою атмосферу это создает. Хотела еще сделать заметочку, что двери здесь старые, то есть, те, которые были вместе с этим домом, они какие-то, ну, то есть, совершенно простые, но их облицевали с двух сторон вагонкой, и ребята смогли, строители, сделать это так вот достаточно фигурно-фактурно. Красиво. Да, и выделили двери темным цветом, и получилось, мне очень нравится, я любуюсь тем, какими они получились. То есть, каждый фактически может сейчас посмотреть и сделать? Да, для того, чтобы сделать такую дверь, понадобится стусло, которая, это штука для напиливания досок под ровным углом, и, в общем-то, и все. Пила и краска. Даш, а вот у тебя все шкафы и вот эта дверь сделаны в одном стиле, такие прямые реки, это тоже какая-то техника, или это так было? Шкаф при покупке дома, он уже был, поэтому я думаю, что просто какие-то реки, это просто было выгодно сделать именно таким образом, не более. То есть, вопрос просто адекватного расходования материала. Как организовать спальню на даче? Вот что главное должно быть? Я очень люблю спальни, для меня это, наверное, такое самое уютное место дома. Что для спальни? Хорошая кровать, хороший матрас, самое главное, на котором тело будет отдыхать и высыпаться. Какие-то прикроватные тумбочки, чтобы можно было положить книжку, телефон. Я люблю консольки, которые я скорее использую для уюта и расстановки декора, то есть никакой специальной хранительной нагрузки на ней нет. Но для вещичек есть комод очень вместительный, просто чтобы сложить вещи. Прикольная идея, к нему сбоку еще приделать крючки для того, чтобы, да, скинуть какую-то одежду. Вот, кстати, этот комод стоял тоже в одной из квартир в прихожей. Собственно, эти крючки были для того, чтобы просто прийти и кинуть быстренько сумку, например. Но здесь он тоже вписался, и почему бы и нет? Тем более, они такие симпатичные птицы. Да. Для меня важен свет, и я так редко включаю верхний, и часто использую вот этот свет на уровне глаз. Всякие лампочки-поганочки, как вот стоят на консоли, для такого вот уютства. Да, всегда это добавляют, полностью согласна. У нас есть еще одна спальня, да? Да, есть еще одна спальня, это детская комната, она находится напротив вот этой маленькой спаленки. На кухне место фактически для троих человек, для того, чтобы пообедать. По-моему, я обратила внимание, что было три стула. А сколько вас здесь с учетом спаленок? У нас, ну, как бы семья, я, супруг и наша дочка, но так вышло, что я в этом доме решила принимать гостей. Я этим летом его открыла под посуточную сдачу в аренду, и сюда приезжают семьи совершенно с разным наполнением. Максимум было шесть человек, и они все спокойно помещаются. Там есть дополнительные стулья, табуретки, стол можно при желании разложить, ну, или просто отодвинуть, и все могут за него сесть. В доме тоже все располагаются прекрасно. А вот детская комната, наверное, можно сказать, пока нет никакого хранения, как-то нам это было в свое время не нужно. Конечно, сюда тоже просится какой-то комодик для детских вещей и, возможно, каких-то игрушек. Опять же, вся игра у нас на улице, тусовка на улице, поэтому здесь нет необходимости вот что-то такое держать. Кроватка, кресло и красивый ночник. В этой комнате на полу лежит ковер, это турецкий ковер, но купленный в ГДР еще во времена, когда там жила моя бабушка и с моей еще тогда маленькой мамой. Они прожили 15 лет в тех краях и обзавелись каким-то имуществом, которое потом перетекло к нам в Москву. На полу тоже лежал или на стене висел? Он и так, и так. Даш, ну, интересно, познавательно, я думаю, что вдохновляюще. Может быть, у тебя есть совет для наших зрителей-дачников? Какой-нибудь еще один? Пожалуй, есть. Сейчас, ну, как бы, такое время, что если есть какие-то дачи, которые есть на продажу, то они вот такого формата, постсоветского, с хламом, с очень странным набором вещей, помещений и мебели. Нужно просто оценить, как творчески, как с этим помещением делать, что быть, что, какой у него потенциал, какой потенциал есть у наполнения. И не бояться вписаться в небольшую какую-то, даже не стройку, а вот такой декоративный ремонт и очень небольшими силами. Я так прикидываю, что вот декорирование этого дома, вот этой из вагонки и старой мебели, с учетом мебели по краске, мне обошлось в 200 тысяч рублей. Это, ну, да, 200-250, наверное, сейчас по нынешним деньгам понадобится, чтобы это все привести в такой очень хороший порядок. Можно даже меньше, если, например, не нанимать там помощников. Не бояться. Смотреть очень много на Ютубе есть вдохновляющих видео. Опять же, там, тот же мой канал, где я сейчас показываю. Я по соседству купила соседский дом, так вышло, и я сейчас показываю там, как я из вот этого трэш-дома делаю уютное гнездышко. Класс! Все ссылки внизу. Переходите, смотрите, задавайте вопросы. И, конечно, увидимся в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо, Оля. Пока. Пока всем.